так теперь нарисуем вот на такой фигуре это немножко сложнее и мы будем использовать совершенно другой прием для распределения отверстий на одинаковом расстоянии друг от друга итак первый размер который мы знаем это 10 на 20 мы берем прямоугольник и рисуем прямоугольник размером 10 на 20 какой час получился я не знаю я ему даю даю размеры 10 на 20 сантиметров миллиметров значит это 200 на 100 нажимаем кнопку п английская на клавиатуре и объект становится ровно по центру листа далее нам нужно сделать вот здесь прямо здесь такое закругление самый простой вариант это перейти создание форм работа с точками и просто потянуть вот таким образом получается эта фигура далее нам нужно ее преобразовать кривую если она будет убрать лишним точки видишь изе их убираем отлично далее мы знаем что расстояние отсюда от края до края отверстия 2 миллиметра нам нужно сделать контур размером 2 миллиметра ой не 2 миллиметра 6 миллиметров то есть радиус отверстия плюс 2 миллиметра здесь заем 6 разъединяем красим красный чтобы понимать значит следующее что нам нужно сделать это нам нужно взять ровно половину этого объекта ровно половину объекта это сделать можно таким образом первое нам проще было работать берем вспомогательную линию затем берем прямоугольник и вот так вот сверху до до вспомогательной линии до вспомогательной линии смотрите она у меня не прилипает значит у меня здесь функция направляющая выключена включили и теперь вот так вот тянем она прилипла отлично теперь нам нужно взять и удалить ровно половину красного круга выделяем прямоугольник красный круг большой стрелкой обрезать дальше вот эта линия которая здесь она нам не нужна нам нужно просто вот такая дуга вспомогательная выключить чтобы не мешали смотреть вот эта кнопка мы смотрим отлично она идет от середины до середины и это линия центров окружности вот этих маленьких дальше нам нужно сделать отверстие 8 миллиметров из центра нажимая катарел и shift мы рисуем окружность дальше здесь ставим 8 миллиметров 8 миллиметров и у нас это окружность получилось диаметром 8 миллиметров проверяем 8 миллиметров и она у нас стоит по центру вспомогательной силой линии и по центру красной линии далее берем за центр перетягиваем используя катарел чтобы параллельно прилипла нажимаем правую кнопку мыши чтобы сделать копию отлично далее переходим сюда и включаем функцию перетекания и делаем перетекание этих двух окружностей надо попасть попали опускаем далее нам нужно запустить эти окружности по этому пути нажимаем вот эту кнопочку создать путь и появляется такая стрелочка наводим на красную линию и нажимаем еще раз что-то не сработало ну что такое закапризничала вот все у нас получилось значит если нам необходимо сделать их ближе друг другу мы увеличиваем количество например 21 если нам нужно их меньше например 15 не пишем 15 и здесь ровно 15 ну давайте оставим 21 отлично далее нужно разъединить эти слои между собой разъединить разъединить эту группу слоев все значит вот у нас начало вот у нас конец и вот они слои которые у нас нарисовали здесь соответственно нам это все нужно объединить в одну кривую что я сделал я взял объединился сделал сначала группу потом всю группу разгруппировал и они у меня стали все выделенные я это знаю и чтобы не выделять я просто их сразу же объединил далее мы вот эти круги рубляшки отразим вертикально вверх где центром отражения будет вот эта линия но при этом у нас как бы нам мешают вот эти то есть если в данном случае мы возьмем и начнем делать отражение смотрите и переключимся что не по центру то есть если вот так вот кнопка включена и мы нажмем отражение то она у нас вот так отразится относительно центра а нам нужно чтобы она отразилась относительно на этой линии когда нам нужно переключиться вот сюда и нажать эту кнопку и она отразилась у нас не так как мы хотим почему потому что она отразилась от крайней точки понимаете да от крайней точки значит нам мешает вот эта половина круга и вот эта половина круга тоже самый простой вариант обрезать это также рисуем прямоугольник так как у нас есть осевая линия до сего и она прилипла отпускаем затем прямоугольник который и вот эти слои с кругляшками выделяем большая стрелка и обрезаем далее смотрите у нас получается так вот это я вам показывал убираем вот у нас осевая линия этого объекта видите по центру и кругляшки вот эти обрезать тоже по центру объекта красная линия нам уже не нужна мы удаляем теперь мы берем выделяем вот этот слой кругляшками делаем его копию который с и тут же его вставляем который затем переключаем вот здесь мы уже переключили и делаем отражение по вертикали у нас получилось зеркальное отражение далее через кнопку которую выделяем два слоя и объединяем вот этой кнопкой слияния видите да и получилось если вы попытаетесь объединить вот таким образом то у вас остается прямая линия на самом деле их там две удаляем одну остается удаляем вторую после этого еще нужно будет объединить эти точки поэтому самое простое решение отразили выделили и слили два объекта и получилось да и далее все кругляшки у нас выделен это один слой и теперь нам нужно вырезать их из основного переключаемся большую стрелку два слоя выделено и вырезаем закрашиваем и смотрим что у нас все получилось отлично по такому же принципу мы делаем размер 40 на 20 но количество здесь уже будет не 20 там сколько мы писали а уже соответственно увеличится два раза то еще будет примерно 40 так все пользуйтесь